Здравствуйте! В эфире передача «Точка зрения» и я ее ведущая Анна Зимина. И сегодня мы поговорим о такой актуальной в преддверии лета тематике, как реклама туристических услуг. Как рекламировать свою турфирму? Как продать максимум путевок при минимуме вложений? Ответы на эти и другие вопросы нам будут помогать искать Константин Победкин, основатель онлайн-турс.ру, и Иван Акимов, руководитель группы контекстной рекламы агентства Роу-Медиа. Привет, ребята! Здравствуйте! Давайте начнем, как обычно, с краткой вводной для наших телезрителей. Чем вообще туристические услуги отречаются от других тематик? Какие есть особенности вашего бизнеса? Костя, давай начнем с тебя. Особенности нашего бизнеса. Есть две основные особенности, если сравнивать наш туристический бизнес с другим и коммерсом, с продуктовым в смысле и коммерсом. И особенности эти следующие. Первое – это размер ассортимента. Если мы говорим про интернет-магазины, которые продают товары, то это обычно их количество из КАЮ меряется десятками тысяч, может быть, какие-то небольшие сотни тысяч. Если же мы говорим про туристические услуги, то, например, у нас, как в интернет-магазине туров, в ассортименте находится более миллиарда туров, даже несколько миллиардов туров. Соответственно, это создает определенные нюансы при работе с таким ассортиментом. И второй момент, если посмотреть на туристический рынок, это у нас что такое? Это продажа туров, это бронирование авиабилетов и бронирование гостиниц. То есть здесь, соответственно, туров характеризуются тем, что это наиболее сложный продукт, и как следствие его проникновение в интернет, то есть продажи в онлайне туров, они пока оставляют очень маленький процент по сравнению с другими сегментами. То есть все-таки в офлайне покупают? В основном, да, процентов 95 плюс 98 покупают так, а в офлайне. Но, с другой стороны, это дает большой потенциал для того, чтобы этот сегмент рос. Здорово. Иван, может, ты тогда нам расскажешь в связи с особенностями бизнеса, какие есть особенности рекламы этой сферы? Да, ну, Костя уже сказал о том, что действительно, по сравнению с остальными сегментами e-commerce в пакетных турах существует такая особенность, что все пакетные туры практически все, они индивидуальны и составляют отдельный продукт. И действительно, продуктов получается очень много. Смысл рекламы в том, чтобы проанализировать, какие продукты работают, угнаться за спросом, который существует на рынке, и при этом не допустить ошибок. То есть с точки зрения анализа всех этих продуктов, это такая глобальная система, то есть можно анализировать отдельно страну, то есть направление, можно анализировать спрос, можно анализировать уже конкретные туры, как люди любят покупать. Если мы говорим о более дешевых турах, то люди любят покупать all-inclusive все-таки. Если мы говорим о более дорогих турах, то там их и сложнее продавать в качестве пакетных туров. Ну и, соответственно, анализ по каждому этому продукту, он индивидуален. Поэтому с точки зрения рекламы нужно уследить за всем этим миллиардным предложением, то есть товаров, и сделать правильную логику, сделать правильные выводы и понять, что действительно работает на рынке в данный момент, а что нет. Здорово. Ну, мы, так я понимаю, озвучили сразу самую остро стоящую проблему. Это огромное разнообразие продукта, с которым очень тяжело работать. А есть ли какие-то еще проблемы, с которыми вы прямо острого сталкиваетесь при работе в тематике? И какими инструментами вы их решаете? Давайте об этом поговорим. Костя. Еще есть проблема, наверное, это особенно большое количество ключевиков, если же на уровень контекста спускаться и более детально на это смотреть, то это большое количество ключевиков, по которым вообще люди ищут себе тур. Ну, а какие это ключевики? Это там название отелей, название направлений? Это да, в основном это название направлений, различные курорты, их несколько тысяч. Это название стран, здесь, конечно, меньше, и название отелей, которых там большие десятки тысяч. При этом, если человек ищет отель, например, в Турции, тогда можно со стопроцентной уверенностью сказать, что он ищет именно тур, потому что вот наши люди, они в Турцию по-другому не летают. То же самое, например, с Египтом, там частично то же самое с Грецией. Вот, то есть вот эта вот вся семантика, которая по отелям, которая, казалось бы, она подходит сервисам по бронированию отелей, она точно так же относится к туристической тематике. И вот эта вот семантика, она большая, очень большая. Это количество ключевиков, оно меряется там большими десятками тысяч. Вот, с ними со всеми надо работать, понимать, какие эффективные, какие неэффективные, и это дополнительные сложности, но при этом решаемая задача. А если говорить про сети отелей, например, ведь тоже же очень сложно получается разделить там отель Beach Resort в Турции и отель Beach Resort в Таиланде, да? Да, еще бывает в Египте, в Греции, на разных курортах тоже с одинаковыми названиями. Понятно. И Иван тогда, как агентство с этим борется, как вы с этим боретесь, что делаем? Бороться с этим, на самом деле, не так сложно, да, то есть, ну, и не очень легко. То есть, ну, по логике вещей мы берем, грубо говоря, там, объемный список ключевых запросов по отелям, загоняем его в Wordstat Яндекс и смотрим, какая выдача действительно по нему идет, и что ищут люди по факту, да? Если они ищут Турцию, то мы, соответственно, оставляем этот ключ, вычитая все страны, которые еще нам попадаются. То есть, если у вас есть там один отель Aladin, да, грубо говоря, который может быть вообще абсолютно в любой стране мира, то, соответственно, оставляем ту страну, которая нам нужна, все остальное мы отминусовываем. Вот. А работа такая тяжкая, объемная, но по-другому здесь никак не справиться. То есть, либо добавление каких-то определенных слов, да, с названием города и страны, где находится отель, либо, соответственно, минусовка всех остальных курортов, которые нам не нужны. Окей, а кроме контекста вы же тоже с какими-то другими источниками работаете? С какими? Работаем со всеми источниками. Здесь... Там проблема ассортимента не стоит, вот мне интересно, вот этих же самых ключевиков и так далее. Скорее, проблема ассортимента, она накладывает определенные ограничения на то, как наш сайт, как вот наш продукт должен выглядеть и как он должен работать. Вот. С точки зрения каналов привлечения, то здесь как бы нет какого-то единого рецепта, что в туризме, например, работает контекст. Работают абсолютно все каналы, там, тут скорее вопрос, как правильно подойти к тому или иному каналу. То есть, если правильно подойти к контексту, он будет работать эффективно. Если правильно подойти к SEO, это будет работать эффективно, и есть как бы примеры компаний, которые это успешно делают. Даже там SMM, про которые говорят, что он там не приносит транзакции, если посмотреть, например, на кейс Чиптрипа, это одно из крупнейших турагентств России, оно вообще возникало изначально как блок, и благодаря чему, собственно говоря, создало такое огромнейшее доверие к своему бренду и доверие людей, веру в то, что у них правда какие-то низкие цены. Хотя у них абсолютно обычные цены, такие же, как и везде. Но при этом люди идут в Чиптрип и считают, что они там наиболее выгодную покупку совершают. Пример как раз то, что возникало из блогов, из социальных активностей. Точно так же есть примеры компаний, которые очень хорошо ведут себя именно в affiliate маркетинг и с партнерскими сетями работают. То есть здесь все каналы работают, вопрос о том, как правильно с этими каналами работать и с какой стороны к ним подходить. Рассказывайте же, как правильно. Иван. Ну, на самом деле Костя правильно сказал, что по идее можно производить лидогенерацию из абсолютно любого канала. Единственное, действительно, настроить его правильно. Но здесь еще есть такая проблема, как объем. Все хотят, естественно, получить побольше лидов, поменьше потратить денег, чтобы они были подешевле, покачественнее и хорошо продавались. Вот. Поэтому здесь нужно разграничивать каналы именно по объему. Если мы берем канал контекстной рекламы, то это достаточно большой объем. То есть, ну, я не знаю, конечно, как у всех фирм работает, но я думаю, что это где-то порядка 30-50% всех лидогенераций работают вот именно через контекст. Вот именно у турагентств крупных. Вот. Каналы медийной рекламы, СММ и различные другие источники, они тоже приносят заявки, да, то есть можно тоже настроить их, чтобы они приносили дешевые заявки, дешевые продажи. Но единственное, здесь, конечно, ну, нужно уметь это все настраивать и нужно найти свою аудиторию и свой креатив, которым вы будете бить по этой аудитории. Окей. А может быть, приведете пример какого-нибудь кейса с тем самым креативом или с каким-нибудь запросом, который вот так бац, сработал, что мы просто посмотрели, например, того, как же правильно? Ну, например, смотрите, если вы хотите в том же СММе выделить аудиторию, например, родителей, которые путешествуют с детьми, то, соответственно, вы можете настроить эту аудиторию, да, с помощью таргетингов, которые там существуют, и предложить им конкретные пакетные туры для отдыха с детьми, например, запустить эту акцию перед каникулами и, соответственно, получить дешевые конверсии только из-за того, что вы вот хорошо настроили аудиторию, хорошо выбрали продукт и получили, соответственно, результат. Вот. Но это один из примеров. На самом деле все аудитории делятся, ну, грубо говоря, таргетируются, да, и вся реклама делится на какие-то различные аудитории, то есть, ну, по пакетам, да, есть аудитория на женщин, есть аудитория на мужчин, ну, именно продукты, а есть, соответственно, общие какие-то аудитории, но если вот вы находите вот эту узкую аудиторию и применяете какой-то креатив непосредственно к ней, то это намного лучше продается, чем какие-то общие. Кейсы у нас. Например, могу такой пример привести, кейс из CRM, ну, то есть то, как мы взаимодействуем с теми людьми, которые к нам уже обратились, например, либо они оставили лид, либо вообще у нас совершали покупку. У нас это сформировала достаточно крупная база, несколько сотен тысяч человек, которые к нам обращались, вот, и мы, например, делаем еженедельную рассылку, причем мы им отправляем не просто вот какую-то подборку предложений, которые есть на рынке, которые они и так могут найти, мы специально для них формируем уникальные предложения по уникальным ценам, которые ниже рынка. Иногда там это ниже на какие-то десятки процентов, иногда там это ниже на единицы процентов, но все равно эта цена уникальна на рынке. И эта рассылка этим людям интересна. То есть мы видим статистику, мы видим, сколько людей отписывается от этих рассылок, и вот черный рейд по ним, он просто минимальный, он меньше процентов. То есть людям это явно интересно, и это очень хорошо работает. То есть, во-первых, человек не теряет контакт с нами, то есть он всегда помнит о том, что вот есть такие вот замечательные ребята онлайн-турс, которые что-то присылают, и эти предложения интересны. И потом мы с них получаем достаточно много продаж. То есть мы сдаем цены для потребителя, и благодаря этому получаем, соответственно, хорошие продажи. Это один момент. Какие еще кейсы? У меня такой вопрос сразу по e-mail рассылке. А вы предлагаете людям те же страны, где они уже были, или какие-то соседние? Вот ездил человек в Таиланд, вы ему предложите в Вьетнам или Шри-Ланку, или вы его позовете в Европу? Да, вот сейчас как раз мы над этим работаем. Мы пытаемся тагетировать рассылки под потребности клиента. То есть мы мониторим то, что он вообще, как посещает наш сайт, какие страны ему интересны, и пытаемся, соответственно, отправлять ему в рассылки те предложения, которые ему в данный момент интересны. Вы прям персонализируете, получается, рассылки. Да, это мы сейчас у нас в процесс такой идет. Пока результаты здесь я не могу точно сказать, как это сработало, как не сработало, еще у нас недостаточные статистики. Но в этом направлении мы идем, и это как раз дополнительная ценность для человека. Вообще, все, что мы делаем, и то, что мы считаем в маркетинге, работает, это создание дополнительной ценности для человека. Мы о вас позаботились, мы хорошие, да? Да, вот можно стучать его по голове и говорить, купи у нас тур, но вот это уже не работает. Можно там сверкающий баннер им показывать. Тут же правильный путь – это создавать ценность для клиента, для людей, тогда они сами придут. Здорово. Тоже, пока мы говорили, вспомнила один кейс интересный, одного из наших клиентов. Мы делали таргетированную рекламу, специально попросили клиента сформировать несколько туров для молодоженов. То есть те, кто только что поженился, и хотят прям вечером, дня свадьбы, улететь куда-нибудь. Показывали девочкам со статусом помолвлено ВКонтакте, показывали рекламу таргетированную, собственно, с прекрасными видами Праги и других красивых городов. Вот там свадебный шлиф, например, на фоне брусчатки. В общем, девочки очень здорово на это реагируют, и там действительно были хорошие продажи. Конверсия из тех, кто пришел на сайт, составила почти 50%. Там, конечно, не очень много было народа, наверное, человек, не знаю, 150-170 мы привели. Но это очень хорошо сконвертировалось в итоге. Давайте поговорим еще вот о чем. Сталкиваетесь ли вы с какой-то большой конкуренцией, например? Потому что вот у нас была передача про автодилеров, была передача про медтематику. Так или иначе, почти все тематики сталкиваются с войной бюджетов, как минимум в контексте. Есть ли она в вашей тематике или нет? Или, может быть, вы где-то в каких-то других источниках сталкиваетесь с высокой конкуренцией? Вот в автодилерах, например, безумная конкуренция за кнопки на сайтах. А у вас что такого вот есть? Иван, вам, наверное, лучше известный тематик. Ну да, в принципе, такой прям жесткой конкуренции по бюджетам нет, потому что есть разные весовые категории разных фирм. Есть маленькие турагентства со своим небольшим бюджетом, которые, грубо говоря, не рекламируют весь объем своих предложений. Они выделяют приоритетные для себя и запускают рекламу по ним. Есть большие турагентства, онлайн-турагентства, которые сталкиваются с войной бюджетов, но на самом деле не круглый год. Есть очень такие хорошие наблюдения, что когда происходит сезонный спад по турам, то происходит некое сужение рынка, и на самом деле CPC, то есть стоимость за клик, значительно повышается. В принципе, если сравнивать нас с другими тематиками именно в плане контекста, то на самом деле у нас минимальная, наверное, цена перехода именно в контексте. Ну не минимальная, но не достигая даже среднего значения, то есть в принципе колеблется где-то в районе 10-20 рублей в среднем. Как вы это делаете? За счет большого объема. Костя вначале сказал уже о том, что существует очень много ключевых запросов, которые используются в рекламных компаниях. Их действительно несколько тысяч, там даже сотен тысяч. И в основном, конечно, если мы берем какое-то крупное турагентство, то там очень большой объем этих ключевых запросов, там очень много низкочастотки, которые в принципе стоят недорого, и за счет такого объема достигается вот такая небольшая цена клика. Естественно, есть приоритетные какие-то направления дорогие, по которым и конверсия в продажу будет стоить дороже, чем обычно, и ставки там, соответственно, существенно выше. То есть если мы берем какой-то Египет, то это небольшая цена клика, если мы берем там ту же Чехию, то там уже разница очевидна, то есть разница в 2-3 раза. Ну, такой прям войны бюджетов на рынке не ощущается круглый год. То есть, ну вот я говорю, есть сезонные какие-то вещи, которые... Ну, по лету, понятно, да? Ну, летом наоборот. Летом наоборот мы себя чувствуем комфортно, потому что очень много предложений, но и спроса очень много. То есть и на самом деле здесь война ощущается больше как раз в межсезонье. То есть это осень и после новогодний там период февраль-январь месяц. Константин. Да, ну по конкуренции один занимательный факт такой заметили. Фишка в том, что в нашем сегменте в основном работают оффлайн-компании. То есть есть существенные бюджеты на контекстную рекламу туроператоров, которые пытаются иногда сами делать прямые продажи. Иногда у них франчайзинговые сети, которые они передрессуют клиентов. Вот туроператоры – это как бы такие большие оффлайн-компании. Естественно, у них не так много компетенции в том, чтобы, во-первых, грамотно проводить онлайн-рекламу, а во-вторых, мерить от нее эффективность. И мы замечаем такую штуку, что порой они ведут себя весьма неадекватно в контексте. То есть они, скорее всего, большая часть из них просто не меряют эффективность. Очевидно, они не меряют эффективность с точностью до стоимости продажи, но некоторые из них, большие ребята, еще не меряют эффективность до лида. То есть многие из них просто работают на то, чтобы, например, к ним приходят руководители и говорят, я хочу, чтобы по слову тура мы были там в спецразмещении. И, соответственно, человек, который ведет контекстную рекламу, он как бы делает так, чтобы по слову тура они были там в спецразмещении. И причем это как бы не вымысел, это вот реально, когда мы искали человека себе в команду на контекстную рекламу, мы достаточно очень много людей прособеседовали на рынке. И вот это вот конкретные примеры, которые я слышал от людей. И когда рекламодатель ведет себя таким образом, то конкурировать с ним очень тяжело, ну потому что он не считает потраченные деньги, у него есть бюджет, там несколько миллионов, например, там месяц. Он его просто сливает и все. Но, с другой стороны, это дает как бы возможность. Потому что есть семантика эффективная, есть семантика менее эффективная. И если они так просто тратят этот бюджет, они его равномерно размазывают по всей семантике. И, соответственно, в эффективной, где мы готовы платить больше, которая для нас приносит транзакции за разумные деньги, тогда мы их переигрываем. А в неэффективной, которая нам не нужна, соответственно, выигрывают они. Из-за того, что у туроператора достаточно серьезные бюджеты здесь, то, соответственно, вот так вот идет конкуренция. У маленьких турагентств, они тоже в основном оффлайн ребята, и у них тоже как бы в онлайн бизнесе, в онлайн рекламе не так много компетенций. Поэтому те из них, кто обращается в агентство, у них как бы нормально, эффективность какая-то есть, она работает. Те, которые пытаются делать самостоятельно, у них все тяжело. Окей, значит, ребята, записываем. Если вы видите по какому-то запросу рекламы online tours.ru, значит, для них этот запрос работает. Да, надо переходить и надо покупать, чтобы работать. У нас еще лучше. Пятиминутка рекламы закончена, продолжаем. Давайте поговорим вот о теме, которую, Костя, ты начал. Работают ли представители вашего бизнеса через агентство, или работают самостоятельно, и что лучше, что выгоднее, что интереснее. Вот я так поняла, у вас свой человек в штате, который занимается контекстом, и вы к этому, наверное, как-то пришли. Или вы сразу прям планировали, что у вас обязательно будет в штате человек, который контекстом занимается. И другие активности ведет ли он, там, таргетированную рекламу, медийку вашей, партнерки ваши, или у вас для этого разные люди сидят. Мы вообще себя позиционируем как интернет-компания. Я глубоко убеждал, что для интернет-компании основные каналы привлечения клиентов, которым являются там контекст, SEO, и там, возможно, партнерки, это уже как бы третий уровень, они очень важны. И для любой онлайн-компании важно иметь эту компетенцию внутри. Потому что, если она у тебя внутри сильная, это может позволить получить какие-то определенные стратегические преимущества перед конкурентами. Поэтому мы изначально пытались пойти по такому пути, что вот эту компетенцию по контексту, ее создавать внутри команды. При этом мы для себя сейчас составляем возможность использовать агентство для таких полу-технических задач. То есть, когда надо по определенному алгоритму, по определенному методу переработать, какой-то большой пласт семантики, что-то из нее выбрать. Ну, такая ручная работа. Тогда мы, соответственно, это можем аутсорсить агентство. Но при этом, как бы, ключевые компетенции мы нарабатываем у себя, мы их у себя создаем, и мы пытаемся их капитализировать в то, чтобы получать преимущество перед нашими конкурентами. Окей. Ваня, тогда кто же приходит в агентство, и чем мы можем похвастаться? Я на самом деле всех призываю приходить в агентство. Ну, конечно, я тоже, я тоже. А потому что, даже затрагивая предыдущую косиную тему, есть действительно компании, которые сами занимаются своим продвижением, и иногда это хорошо, но чаще на самом деле сейчас это печально. То есть, сейчас этот рынок растет, да, то есть, ну, компетенция людей растет очень сильно, которые работают на стороне клиентов, но существуют еще такие люди, которые не понимают, не оценивают эффективность, не понимают, что вся реклама должна приносить прибыль, а не убыток, и нужно ее хорошенько считать. А возвращаясь к разговору, к вопросу, кто приходит в агентство, на самом деле в агентство лучше приходить всем, потому что есть очень много плюсов. Помимо того, что можно создавать свой штат, да, внутри компании, развивать свой отдел маркетинга, можно пользоваться услугами агентства без вреда как материального, так и какого-то психологического для себя, да. Вот Костя сказал, что можно очень много такой технической работы, да, делать через агентство. Во-вторых, все агентства, которые сотрудничают там с Яндексом, Гуглом и с другими системами, они в любом случае обладают первой возможностью, приоритетностью всяких бет, да, то есть, которые запускают эти системы, которые можно опробовать самыми первыми на рынке, вот, узнать какие-то новые фишки и так далее. То есть, поэтому, ну, опять же, опыт, который нарабатывается людьми в агентстве, да, то есть он нарабатывается годами, и очень много вещей, которые можно попробовать, потестить и так далее. То есть, если у тебя даже очень хорошая команда, вот, то просто не все вещи могут быть тебе доступны с точки зрения того, что не все вот эти вот рекламные площадки передоставляют просто их клиентам. Про основополагающие вещи вот у меня сразу возник вопрос в тему, значит, огромного разнообразия имеющихся туров. Что у нас с автоматизацией в вашей сфере? Какую применяете, применяете ли? Ведь наверняка очень много нужно всего автоматизировать, иначе ручками просто с ума же сойдешь все это перелопачивать. Что вы делаете, Костя? Ну, здесь есть сколько? Два основных направления автоматизации, если мы опять-таки берем контекстную рекламу. Да про все давай, не только про контекст. Почему только про контекст? Ну, сейчас начнем с контекста, перейдем на все. Хорошо. Если говорить про контекст, это первое, это автоматизация управления ставками. Здесь есть разные решения. Мы, например, пользуемся решением К50. Мы попробовали, проверили то, что она ведет себя гораздо лучше, чем штатные оптимизаторы у Директа и у Эдворца. И, соответственно, сейчас с ними работаем, пока нам все нравится. Второе направление автоматизации – это автоматическое управление контентом объявления. То есть, например, здесь можно, например, рассмотреть семантику по отелям. Есть большое количество отелей, по которым у нас есть информация, есть ли в данный момент, например, по ним тур или нет. Какая звездность у этих отелей, сколько стоит тур в этот отель, например, на ближайшие даты. Массив этих данных достаточно большой, и, соответственно, мы можем эти все данные использовать для создания объявлений. И здесь, соответственно, вторая возможность для автоматизации. Первое – мы используем управлением ставок, мы уже давно пользуемся, и здесь все окей. Соответственно, второе – вот сейчас начали и пока работает. Тоже ручной труд заменяет очень хорошо. Эффективность поднимается. Здорово. Вань, давай, какие еще есть возможности, кроме… На самом деле, я бы разделил автоматизацию на таких… на три раздела, да, то есть это техническая автоматизация, именно вот, как Костя говорит, по созданию объявлений, формированию ссылок и так далее. Она действительно используется, без нее никуда, и, ну, просто с таким объемом данных, которые есть в тур тематике, как бы просто по-другому невозможно. Вот. Есть автоматизация в плане удержания ставок, да, и стратегии. Это такой второй раздел автоматизации. Мы его тоже очень сильно используем. Вот. И третья автоматизация, я бы выделил системы типа Marina Software, да, и Adobe AdLance. Вот. Здесь ситуация хуже, потому что, как мы уже говорили, турбизнес очень сильно зависит от сезонности. Очень много направлений, которые круглый год постоянно спрос на которые меняется, и плюс там есть два пика роста, да, грубо говоря, лето и Новый год, такие прям глобальные, которые… в которых сложно просто вот этим автоматизированным системам понять, как себя вести, потому что если вы запустили там какой-нибудь Marine Software в августе месяце, да, то в сентябре он вам выставит ставки так, что вы ничего не получите, потому что спрос абсолютно разный. Вот. Здесь нужно быть аккуратным, очень с третьим разделом, как бы, но он тоже используется в турбизнесе очень активно. Окей. А кроме контекста, что еще автоматизировать? Ведь, наверное, где-то еще нужна автоматизация в вашем случае? Очень хорошо SEO автоматизируется. То есть, опять-таки, из-за того, что у нас такое большое многообразие ключевых слов, соответственно, для того, чтобы мы там увеличивали и улучшали свои позиции в SEO, нам надо иметь огромное количество страниц, на которые бы люди по этим запросам переходили. Вот. И здесь без автоматизации тоже никуда. Надо сделать определенный шаблон этих страниц, надо выполнять контентом. контент, соответственно, автоматически обновляемый. Чтобы это было интересно людям, и чтобы они что-то делали на этих страницах, надо там постоянно обновлять цены на тур, которые могут меняться по нескольку раз в час. Вот. Соответственно, SEO – это тоже огромный плац для автоматизации вручную. Там никуда не пройдешь. И, соответственно, вопрос у меня сразу про страницы возникает. Очень тяжело по запросу человека, там, не знаю, ту в Прагу, понять, когда он хочет туда ехать, на сколько он хочет доехать, сколько денег он готов заплатить. На какие страницы вы ведете таких людей? Как вы определяете, что вот по этому запросу именно такая страница работает? Делаете ли вы АБ-тесты? Да, может быть, какие-то еще вещи делаете, чтобы это определить? АБ-тесты делаем относительно того, на какие страницы ведем. Самое главное, чтобы страница, на которую приходит пользователь, она достаточно сильно перекликалась, во-первых, с объявлением, которое мы показали пользователю, на которое он кликнул, и, во-вторых, с запросом. Поэтому, если у нас человек, например, ищет туры в Прагу, тогда мы, во-первых, показываем, какие туры в Прагу у нас есть. А есть ли их, там, не знаю, 10 тысяч этих туров? Что вы показываете первым? Мы знаем, какие пользуются спросом, а какие не пользуются спросом. То есть у вас есть статистика? Да, безусловно, у нас есть накопленная статистика. Ну, из-за того, что мы являемся продавцом, мы обладаем информацией, что пользуются спросом, а что не пользуются спросом. Соответственно, мы показываем то, что пользуются спросом. Плюс мы даем возможность человеку найти тур под его какие-то специфичные параметры. Потому что мы ему показали, соответственно, он ничего подходящего не нашел. Ну, и в-третьих, мы расскажем о том, какие мы хорошие. Это обязательно. Понятно, Вань, может, есть что-то добавить? Да, ну тут, на самом деле, Костя правильно сказал, здесь алгоритм действий такой, что сначала производится, грубо говоря, там, мозговой штурм, да, о том, какие группы семантики на какие странички мы будем вести, вот, а потом все это, естественно, должно проверяться АБ-тестированием, потому что без этого сейчас никуда, если у человека даже, там, логически ему кажется, что туры в Прагу нужно вести вот на эту страничку, да, то АБ-тесты иногда показывают, что вот большая часть людей думает по-другому, что нужно вести тоже на туры в Прагу, но вот показывать вот предложения первыми вот эти вот и так далее. То есть на самом деле здесь только-только тесты. Костя, ты не раз уже сказал, что вот интернет-магазин туров, но при этом все равно больше 95% людей покупают туры в оффлайне, а не в онлайне, и не является ли это большой проблемой именно для интернет-магазина туров? Не переходит ли, ну, не, как сказать, не уменьшается ли постепенно эта доля онлайн-покупателей, или она, наоборот, растет? Как вы с ней работаете, чтобы переводить, может быть, оффлайновых людей в интернет, или вы этого не делаете? Я просто знаю, что вот у Ивана есть проект Травелата, который, собственно, специализируется именно на продаже через интернет, и оффлайна у них нет. И вот как это работает? Работает ли это? Я поправлю, только есть оффлайн. Есть уже, да? Значит, у меня немножко устаревшие данные. Так, а почему появился оффлайн? Начинали же как интернет. А вот как раз проблема в том, что если бы данный проект занимал всего, ну, грубо говоря, таргетировался на аудитории вот в эти 5%, которые покупают в онлайне, то, ну, это очень сложно сейчас на рынке. То есть в любом случае оффлайн должен быть. Нельзя ограничиваться один онлайн. Придавать только через интернет нельзя. Ну, я здесь поспорю. Хорошо, давай. У меня здесь противоположная точка зрения. Если посмотреть на рынок туров, это 15 миллиардов долларов в год в России. Это много. Мы перешли к цифрам, здорово, еще цифры, еще цифры. Сколько из них продается в онлайне? Это какие-то единицы процентов. Два, может быть, три процента. Почему? Где все эти деньги? Но даже эти два или три процента, это 300 миллионов долларов. Если три процента, это 450. То есть это рынок есть, он сформированный. И, соответственно, эта доля не то, что уменьшается, она растет. И растет очень быстро. И мы верим в то, что она будет расти и дальше. И через год, два, три, с появлением правильных сервисов, которые позволяют пользователям эффективно выбрать и эффективно совершить покупку, эта доля будет еще быстрее расти. И, соответственно, мы на этом фокусируемся. Относительно оффлайна, вот у нас, например, как такового оффлайна нет. У нас есть всего лишь две точки. Одна в Москве, одна в Санкт-Петербурге. Это как бы такие точки самовывоза, фактически. Куда человек может прийти уже с подобранным туром. Если не хотел платить карты через сайт, он может, соответственно, оплатить кэшем. И с учетом того, что у нас 50% в визовых направлении, он может в нашей точке сдать документы на визу и получить их обратно. Вот это их единственная функция. Сесть, как в обычном турагентстве, в кресло, лицом к лицу к менеджеру и смотреть на его мониторе отеля, в который ему поехать, тратить на это 30 минут или час времени, у нас такого нет. Мы считаем, что это не наша бизнес-модель, и мы по такому пути не идем. У нас все эти коммуникации происходят либо на сайте, либо с специалистом колл-центра. И человек, если приходит в офис, то только для того, чтобы оплатить наличными или, соответственно, сдать документы на визу. И мы считаем, что это работает очень хорошо. То есть те люди, которые приходят, чтобы спросить, а вот этот отель, он лучше, чем вот этот? Они должны у колл-центра это спрашивать? Люди должны спрашивать у колл-центра, да, они спрашивают. Здорово. Да, ну я как раз это имел в виду под оффлайном. Да, собственно, модель именно продажи абсолютно такая же у проекта Травелата. Единственное, конечно, здесь стоит учесть, что если мы говорим о максимальном онлайне, то, конечно, мы видим рост рынка, мы видим рост продаж. Он небольшой, но он действительно каждый месяц, каждые полгода есть динамика роста. Поэтому мы надеемся на то, что у нас люди начнут доверять интернет-проектам, начнут не бояться вводить свои данные банковских карт на известных каких-то крупных сайтах, хотя бы начать с этого. И каждый месяц действительно таких людей становится больше, и это радует. Ну здорово. Давайте тогда немножко подытожим и выдадим какие-то такие общие, самые популярные, самые действенные советы для наших зрителей. Как же, собственно, рекламировать свое турагентство? Что там? В первую очередь обязательно. Костя. В первую очередь обязательно считать. Потому что для меня это было открытием несколько, года три или пять назад. Я думал, что маркетинг – это про креатив. Но вот тогда я это понял, что маркетинг – это про математику и про цифры. Собственно говоря, основная рекомендация – это считать. У кого в школе по математике двойка была, то это все, да? Без шансов, да, лучше не идти вообще. У кого двойка, надо найти человека ему, чтобы у человека была пятерка. Да, второй совет – ходите в агентство, если вы не можете сами, правильно я понимаю? Да, да, да. Третий? Третий – это тесты на самом деле. А такая среда, такая специфика бизнеса, что появляются какие-то новые продукты, и нужно тестить. Нужно не бояться на самом деле делать какие-то пробы, ошибки и так далее. То есть появился какой-то новый продукт, новый сервис, почему бы нет? Это дополнительный объем, это дополнительные возможности. И если уж мы говорим о онлайн-турах, которые зародились не так давно в России, то здесь, конечно, нужно идти и пробовать все инновации, которые появляются на рынке сейчас. То есть действительно вот эти системы, грубо говоря, крупные площадки, Яндекс, Гугл, они действительно сейчас очень сильно разрабатывают свои инструменты, именно по турбизнесу в том числе, и нужно пробовать просто. Здорово. Ну что ж, тогда мы на этом, наверное, закончим. Спасибо большое за то, что вы сегодня к нам пришли. Я напоминаю нашим зрителям, что с нами были Константин Победкин, основатель сервиса онлайн-турс.ру, и Иван Акимов, руководитель группы контекстной рекламы агентства Роу-Медиа. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова